Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, уважаемые коллеги! Как уже было сказано, болевом синдроме, который возникает в предоперационном периоде, достаточно важным является его длительность и характер этой боли, поскольку после ампутации конечности, характер боли и расположение конечности, если она была обусловлена болевым синдромом, также мы можем встретить в жалобах пациента. Соответственно, достаточно часто усугубляет и обостряет формирование болевого синдрома фантомного, предшествующая химиолочевая терапия и естественно те формы активации коры, которые у нас есть в связи с эмоциональным напряжением, это различного рода психические расстройства. Чаще всего мы встречаем тревожно-депрессивного характера расстройства и невротического. Также острые психические реакции в пред- или в послеоперационном периоде, которые могут быть связаны как с предстоящей операцией, переживанием утраты конечности, заболеванием или разными другими трудностями, которые есть у пациента. И если мы посмотрим на то, в чем чаще всего, в каких жалобах, каких симптомах проявляется фантомный болевой синдром у онкологических больных, то мы можем встретить данные по поводу этих проявлений, их длительности, их сохранности. Соответственно, сам фантомный болевой синдром, если не заниматься его профилактикой коррекции, может сохраняться в течение длительного времени и естественно усугублять и ухудшать, усложнять процесс протезирования и социальной эмоциональной адаптации пациента к новому образу жизни. И в раннем послеоперационном периоде достаточно выраженными бывают кинестетические ощущения, то есть расположение конечности в пространстве, температурные изменения, ощущение произвольных-непроизвольных движений при перемене положения тела и так далее. В дальнейшем на первый план выходит болевой синдром, непосредственно фантомная боль, которая также может быть связана, ее усиление или ослабление может быть связано с эмоциональными реакциями, с физической нагрузкой пациента. Подобного рода ощущения могут влиять на функциональное состояние пациента, соответственно нарушается сон, изменяется аппетит, меняется отношение к собственному телу, это постоянного невротического характера переживания насчет изменения собственной жизни и естественно присоединяющиеся разного рода переживания насчет того, что со мной будет дальше и в рамках онкологического заболевания, и в рамках моей жизни, и в рамках той деятельности, которая для меня привычна. И весь этот комплекс эмоционального, физического, социального напряжения являет те факторы, которые будут усиливать проявление фантомного болевого синдрома. И если мы вновь посмотрим на исследования и задимся вопросом, какие методы коррекции фантомного болевого синдрома наиболее эффективны для онкологических пациентов, то мы увидим, что речь чаще всего идет в послеоперационном периоде о нефармакологических способах лечения на первом месте. Это зеркальная терапия, которая достаточно активно используется в реабилитации пациентов с фантомной болью для обеспечения зрительной обратной связи и помощи головному мозгу, перестроения той самой схемы тела, о которой говорил он с Сея Андреевна до меня. Дальнейшим достаточно популярным является метод моторной визуализации, когда пациент воображает движение конечностью фантомной в предоперационный период. Мы также этим занимаемся и в послеоперационный период. Делается для того, чтобы сама сенсорная кора также при помощи не только зрительной обратной связи, но и при помощи воображаемого действия была способна сменить стереотип движения и сменить схему тела. Когнитивно-поведенческая терапия, естественно, также является одной из важных форм, поскольку это коррекция эмоциональных реакций пациента. Итак, все предикторы, которые мы обнаружили и в литературе, и исходя из нашего опыта наблюдения за пациентами, предикторы, которые формируют фантомную боль и фантомные сенсорные ощущения, это функциональные нарушения, психические реакции, предшествующий болевой синдром, и все они друг с другом связаны, поскольку здесь мы понимаем, фантомные ощущения формируют эмоциональные напряжения, формируют функциональные нарушения, те в свою очередь истощают психические ресурсы пациента, что в свою очередь усиливает фантомную боль или фантомные сенсорные ощущения и вновь провоцирует функциональные нарушения и разного рода психические реакции. И в целом коррекция фантомного болевого синдрома является мультимодальной проблемой, например, на отделении реабилитации на медицинском Петрово. Мы подходим комплексно к коррекции фантомного болевого синдрома совместно с врачом-физиотерапевтом, врачом УФК и медицинским психологом. Естественно, мишени коррекции медицинского психолога – это и фантомная боль, и фантомные сенсорные ощущения, и психические реакции, и функциональные нарушения. И к этим же мишеням со стороны физиотерапевтических и двигательных методов подходят врач УФК и врач-физиотерапевт. Коротко можно привести исследование, которое было проведено пару лет назад на отделении реабилитации. Собственно, оценивали качество жизни пациента, его социально-ролевое функционирование, то есть особенности его адаптации в послеоперационном периоде, после коррекции. Оценивали тревожно-депрессивную симптоматику, поскольку она является одним из предикторов усиления фантомного болевого синдрома. Оценивали боль, нейропатический компонент, так и физиологический компонент. И в предоперационном периоде, чем мы занимаемся с пациентами, занимаемся оценкой выраженности болевого синдрома. Имеется боль в конечности, которая будет ампутирована. Эта боль имеет какой-то определенный характер. И мы ожидаем, что эта боль будет повторяться уже в виде фантомного болевого синдрома. Также оцениваем психогенные реакции на этом этапе, уже обучаем пациента релаксации. И информируем пациента о том, что его ждет в послеоперационном периоде, с какими ощущениями он встретится, рассказываем про фантомную боль. Это является важным началом коррекции фантомного болевого синдрома, поскольку чем меньше степень неопределенности у пациента, чем меньше вопросов у пациента по поводу того, что с ним происходит, тем ниже его уровень тревоги по поводу новых ощущений после ампутации. И в послеоперационном периоде, это основной этап работы, здесь проводится комплексная реабилитация. Это методы когнитивно-поведенческой терапии, которые направлены на коррекцию психогенных реакций, по поводу всего, с чем встречается пациент, не только по поводу ампутации или утраты конечности. Зеркальная терапия, как один из основных методов коррекции в рамках психотерапевтического подхода. И мы продолжаем заниматься релаксацией, здесь же в рамках и обучения пациента саморелаксации. Встреч здесь необходимо много, поскольку, если человек всю жизнь жил с определенной схемой тела, которая функционировала достаточно исправно, и в течение какого-то времени его поврежденная конечность подавала в мозг разные болевые и новые сенсорные сигналы, за это время успела сформироваться новая схема тела с представительством болевого ощущения. Как там спиной мозг, так и головной мозг, так и периферии участвовали в формировании этого образа боли. И, соответственно, наша задача воздействует не только на боль, но и на сформированный стереотип ощущения и стереотип движения. Соответственно, требуется достаточно интенсивная работа. Основным методом, как я уже сказала, является зеркальная терапия, поскольку мозгу не хватает обратной связи. Обратная связь, которую он получает с периферии, ошибочно. Это болевые ощущения, но уже не из области культи, а из области отсутствующей конечности. Соответственно, это согласование обратной связи подлежит коррекции. Коррекция через визуализацию зеркальной терапии заключается в том, что пациент кладет сохранную конечность напротив зеркала, так, чтобы его ампутированная конечность была не видна, и отслеживает движение сохранной конечности через зеркало, таким образом формируя в коре головного мозга, дополняя нехватку самоценсорной информации, зрительной информацией. У мозга нет информации о движении конечности, у него теперь есть зрительная информация о движении этой конечности. И пациенты отмечают в большинстве своем снижение изначально сенсорных ощущений обманчивых, а затем уже болевой синдром. Чаще всего здесь купируется транскраниальная электростимуляция больше, чем зеркальная терапия. И если мы посмотрим, например, на результаты в той подгруппе, которую мы исследовали, то можем увидеть, что после ампутации отмечается улучшение функционального состояния пациентов, снижение тревожно-депрессивной симптоматики и снижение сенсорных болевых ощущений и болевого синдрома. При этом пациенты достаточно успешно адаптируются социально-ролево и демонстрируют готовность к протезированию. Это результаты на отдаленном этапе после ампутации, это спустя 6 месяцев уже. И в этой ситуации мы наблюдаем, что все пациенты в нашей группе демонстрируют улучшение своего состояния эмоционального, психофизиологического в рамках фантомно-болевого синдрома. И таким образом можно говорить о том, что фантомно-болевой синдром требует комплексного подхода в реабилитации. Это работа мультидисциплинарной команды, в которой основной задачей будет снижение эмоционального, физического компонентов боли. И, соответственно, основной целью будет готовность к протезированию и дальнейшая социальная адаптация. Продолжение следует...